Бокер Тов. Удивительно, но наша недельная глава очень связана с нашим поколением. Почему? Давайте посмотрим, какие испытания есть у нашего поколения. Я не имею в виду испытания удержаться лишние пять минут от смартфона, а я имею в виду глобальные духовные вещи. Для того, чтобы мы поняли, кем мы являемся. То есть, если мы сравним народ Израиля со всеми его поколениями, то это как человек в полный рост. И голова его — это Дор Медбар, то есть это поколение пустыни. Кто царь? Это Машир Абейну. Это собрание всех глав вместе колена Израиля. То есть, кумулятивно — это вся голова и все тело до пяток. А вот поколение пяток Машиаха, мы говорили об этом, да, и Квета Дамищиха — это и есть наше поколение. И мы очень близки к избавлению. И шаги Машиаха, разные мудрецы нашего поколения, они свидетельствовали об этом прямо, косвенно, на уроках, напрямую в обращениях. И действительно, мы находимся в окончании, в пятках всей общины Израиля. Удивительно, да? Но вот такое вот у нас место. Вот если сравнить рост всего народа, то мы в пятках. Это хорошо или плохо? С одной стороны, говорят медики, что пятка — наименее чувствительная часть тела, огрубевшая. Ну, мы же ходим ступнями. Даже если сейчас мы используем носки, обувь и так далее, то все равно мы постоянно наступаем на эту часть. С другой стороны, если продолжать эту тему, то именно в ступнях и в пятках находятся акупунктурные точки, которые воздействуют на все тело. Если продолжать эту полумедицинскую тему, то найти вот эти точки в наше время — это самое сложное. А что значит найти эти точки? Мы — поколение перфекционизма. Нам нужно все, многое, желательно быстро. Вдохновляют на это разные вещи. Прежде всего, это доминирование воображения. Воображение, как известно, оно может построить все достаточно быстро и бесплатно. Другое объяснение, если мы можем... Другое объяснение, если мы можем здесь сказать, это мы должны определиться, кто и как может приложить свои усилия наилучшим образом. В принципе, это идея не нова. У каждого из нас есть шорочный шама. У каждого из нас есть уникальные наши способности, знания, умения, таланты. И каждый должен это реализовать. Так было всегда. Только раньше все было гораздо проще. Человек чувствовал, что ему нравится, допустим, в профессии что-либо. Он шел, занимался этой профессией. Он был спокоен всю жизнь. В учебе человеку нравилось какой-то определенный раздел, какое-то определенное направление. Он им занимался всю жизнь. Ну, делал акцент, скажем так, на это. Что мы видим в наше время? В профессиях люди меняют по 3-4 профессии. И на четвертой говорят, что вот сейчас, когда мне 65, и я не знаю кого там, назовите кого угодно, машинист поезда, теперь я понял, что я наконец-то счастлив. Дело совершенно не в том, что человек не может поменять профессию. Это нормально. А дело в том, что мы перестали уметь прислушиваться к себе. Вот это настоящая проблема. А почему мы перестали уметь прислушиваться к себе? Потому что мы засорили весь наш токоприемник. То есть в данном случае это энергоприемник. То есть вместо того, чтобы получать энергию свыше поддержки нашим начинаниям, мы получаем ее отовсюду только, ну и, конечно же, от Всевышнего. Мы со всеми советуемся, сто раз сомневаемся, пока наконец-то что-то сделаем, и с Божьей помощью где-то что-то криво-косо получается. Я, может быть, намеренно утрирую, но отсутствие уверенности в себе и отсутствие умения слушать себя именно ведется от того, что мы пытаемся угодить другим обществу прежде всего, а не Всевышнему. И поэтому вот эта вот гонка за тем, чтобы жить как все, в соответствии со стандартов всех, теперь что такое определение всех мы даже не можем дать себе, то есть у нас есть какие-то отрывки. У нас нет с вами систематической работы. Вот сейчас вот 15-е ава прошло. Ну, в принципе, мы уже желаем друг другу хорошей записи, да, в году, да, то есть через полтора месяца Росшина. Но каждый из нас должен, по идее, сделать аудит. И он не только это должен сделать за какое-то время до Росшина, а он должен это делать каждый месяц, каждую неделю. Мини-аудит, да, то есть аудит – это отчетность. А о том, насколько человек стал близок к поставленным целям, к формулированным задачам. Где эти цели, где эти задачи? Четкие ли они для нас являются? Ведем ли мы постоянный трекинг этого? Неизвестно. Но, скорее всего, в этом есть большая проблема. И если мы еще глубже копнем, то эта проблема создается из того, что мы рассеяны. Мы рассеяны, мы везде, мы хотим все знать. Мы и в этой социальной сети, и во второй, и в третьей, и в одном мессенджере, и в втором, и в третьем, и здесь, и там, и живем. Где мы живем? Мы живем в онлайне или в оффлайне? Где мы живем? В телефоне или в реальности? Поэтому из-за вот этого вот салата, который мы сами сделали в своей жизни, где мы потеряли собственное «я», которое там, внутри, оно что-то, может быть, кричит нам, оно что-то, может быть, хочет, у него тоже есть какие-то желания, какие-то нереализованные мечты, и все, оно все там где-то глубоко. А на поверхности – сама поверхностность. И поэтому, мне кажется, мы, как поколение пятки, должны понять, куда нам эти пятки направить. Потому что мы ходим туда, куда направляются наши ступни. Ну, естественно, у них нет процессора, да, и оперативной памяти для того, чтобы понять, куда им идти. То есть направляют головной мозг. Но символически, параллель, если мы проведем, да, нам важно уметь выстраивать ту линию, по которой мы хотим идти, и добиваться этого прежде всего в духовном. Прежде всего в духовном. А как понятно, что в духовном мы не можем, вот, как этот вот блиц-урок прослушать, 6-7 минут, и мы свободны весь день. Это не учеба. Это так, немножко для заправки, чтобы утро началось, может быть, немножко более осмысленным. Или там возникло какие-то 10 минут, чтобы эти 10 минут не прошли, опять же, на непонятно что. Но настоящая наша учеба – это учеба в течение хотя бы, да, вот, ну вот даже 15 минут. Но эти 15 минут полностью погружения в то, что мы изучаем. Я не уверен, что мы все это можем сделать. Потому что, наверное, только 15 минут нам надо останавливать наш несущийся поезд из новостей, страхов, амбиции, адреналина и еще чего хотите. Только для того, чтобы нормально сосредоточиться и мысли не прыгали. И у нашего поколения пятки вот такое вот испытание – это направить свой внутренний поезд, свою внутреннюю ковану в правильное направление. А это не так много. То есть в двух аспектах нам нужно навести порядок. Первый аспект – это духовные задачи, цели и результаты, которых мы от себя ждем. Каждый месяц, каждые полгода, каждый год. И второе – это в материальном. Не стонать постоянно, что мне не нравится та или иная работа. Бесседер. Но определись внутри, которая тебе нравится работа, которая тебе нравится профессия. И потихонечку предпринимает усилия, чтобы мигрировать в эту сторону. Это, по-моему, Раф Галинский. Было абсолютно как раз у него такой пример он приводит. Вернее, в его книге ученики. Что пришел к нему какой-то из учеников, не знаю. И очень жаловался, что вот это работа бухгалтера. И так она достала. И все. И так далее, и тому подобное. Он говорит, а в чем проблема? Поменяй работу. Тогда просто еще 30 лет назад, если ты уже на что-то выучился, то это такое, знаете, бетонное просто было. Сейчас люди пробуют себя каждые 5-10 лет. Я не знаю, насколько это правильно. Наверное, хорошо, когда человек изначально, зная себя, и родители тоже помогают приобрести ему ту профессию, которая по его будет шорошней шамата, что называется. Саха-Коль, наше поколение пяток, оно уникальное в том смысле, что у нас тяжелейшая работа по выравниванию нашей когнитивной деятельности. Именно выравнивание. Приведение в нормальное русло, которое было 100-200 лет назад, когда люди не были настолько перегружены пустотой и ненужной информации. Да возьмите хотя бы вот этот пример с Ираном, который вот уже 3 недели ударит, не ударит, ударит, не ударит. Уже настолько всех достали, потому что просто невозможно. Понятно, что прессе это выгодно для того, чтобы люди смотрели прессу, интернет-сайты и так далее, и заодно там рекламу какую-то кликали, не знаю, вот все, дело не в этом. А дело именно в том, что мы стали очень-очень подвержены влиянию каких-то там непонятных экспертов, которые позавчера стали экспертами. Возник ковид, миллион экспертов по ковиду, возникли какие-то войны, все сразу стали экспертами по войнам, еще по каким-то делам. Кому вообще это нужно? Кому это вообще интересно? А, вы скажете, а как так можно жить? Мы должны быть в курсе все. Да, пожалуйста. Вот есть объективная информация, факт. Хорошо. Тебе интересно полазать, посмотреть, кто что, кто заказывает эти войны, кто проплачивает. Ну, Седер, что ты найдешь, какую информацию, ты же понимаешь, что это все не в публичном пространстве. На что мы тратим свое время? Зачем вот эти вот теории заговоров, когда мы что-то где-то хотим понять, что хочет Америка, Иран, Великобритания, Россия, Украина и так далее и тому подобное. Мы благошелательно относимся ко всем и всем желаем только мира. Но нас никто не нанимал для того, чтобы быть экспертами по постановке наших, формулированию наших мнений по тому или иному вопросу. Если нам это важно, мы можем это обсуждать за кухонным столом и так далее несколько минут. Но нам много больше брахи и результата будет, если мы обсудим какой-то Двар Тора. Потому что во всем этом, во всей этой суете нет никакого смысла с точки зрения генерации каких-то духовных результатов, брахи. Ничего, пустота. О, да, если от этого зависит наш бизнес, если от этого зависит наша профессия, где мы будем жить, это друг другой вопрос и так далее. Вот по отношению к конкретному примеру, в Эрецисраэль люди просто себе измотали все нервы. А зачем? Что это дало бы? Ну, напал бы Иран, ну, а был бы какой-то опять ответ и так далее. Мы бы побегали по этим самым убежищам. Ну, опять бы, что-то там начало происходить. Ведь все на самом деле зависит ровно от того, насколько мы сгенерировали вот эту браху своим изучением Тора, молитвами и цдакой. Только так оно работает. И это именно в нашей главе абсолютно четко прописывается. Что будешь беречь свою душу, будешь учиться, будешь соблюдать мои законы, я тебе сделаю полный бетахон, я тебе сделаю полную безопасность. И наоборот. Поэтому давайте задумаемся, вот каждый из нас, какое у него место в этом поколении пятки, да? И как мы можем каждую соответствовать со своими знаниями, талантами, умениями направить эту пятку в правильную сторону. В сторону Торы, в сторону признания Творца. И чтобы ставить его главу угла именно духовные вещи, но никак не какие-то экспертные мнения, оценки и массу пустой бессмыслицы, пустой информации, которая просто занимает нашу душу, занимает наше время, занимает нашу жизнь. Продолжение следует...